Дорогие друзья мои от АМС Вечели, мы с вами сегодня на вечеринке в Венеции. Тут работает Ижей, музыка очень классная. У меня пригласил Лука Черофоло, вот он в фиолетовых фрюлянах. Не знаю, вот такая вечеринка, такая коктейльная вечеринка. Я сижу из Стефано, из города Венеции. Чао, Стефано! Чао, Стефано! Возле Сан-Марко, это гостиница Возле Сан-Марко, это жаргин, это дворик внутри гостиницы. И вот у нас такая вечеринка, немножечко так, оперативчики и дискотека. Тут все девочки, которые имеют что-то связанное с модой, с магазинами, с фабриками. Стефано-фабрика обувная. Друзья, я зашла в холл этого альберго, чтобы немножко вам показать. Как оно смотрится внутри альберго, это гостиница. Вот Мурановская Алыбустра, Ламбадарио называется. Сюда привозят людей на такси. Напротив идут ремонтные работы. Но сейчас мы выйдем на канал. Вот прям тут Пиаса Сан-Марко. И вот уже лагуна, открытая лагуна. А если я с аэропорта Маркопола сюда подъехать, то с этой стороны подъезжаю. Пока мне здесь нравится, я никого не знаю, только Лука Чарофало. Он меня уже знаком со всеми дизайнерами. Я говорю, ты думаешь, что я их всех запомнила от местных. Вот. Ну, спасибо, конечно, за приглашение. Где-то мне Стефана сказал, куда мне зайти, потому что мне надо дамскую комнату. И я уже не знаю, куда. Будем искать. Все со стекла. Вот и дамская комната. Наверное, и так. Заходите, куда хотите. Заходите, куда хотите. Где открыто, свободно, где вам нравится. Понятно. Вот такая ручка, тоже с мурановского стекла. Александрита, так понимаю. Где бы я вам показала свою обновку, свою сумочку, как на туалете, да? Но это надо быть Джаной, да? На мне платят линсет, но я его использую сегодня как кардиган. И вот взяла сумочку с буквой Ж. Это Келли Кросс. Марка. Но они так поставили две буквы К, что вышло Ж. Вот, выведу, просто вам покажу. А, да, вот эти деревья. Обратите внимание, какой декор здесь. Какое красивое фоэ. Сан-Джордио. Через канал. И вон у нас Сан-Марко. Вот как-то так у нас сейчас. Продолжение следует нам, наверное. Музыка мне очень нравится. Он такой ремикс классный делает. Это диджей. Я смотрю, ему тоже 50+. В основном тут такая аудитория. Ну вот, только здесь молоденькие девочки. Ну и, как бы сказать, что... Женщин больше, чем мужчин. Прекрасная половина человечества, конечно, преобладает здесь. Ну как бы во всем, я так смотрю. А вот Стефана что-то договаривается с этой женщиной по бизнесу. Вот еще раз вам показываю, какие труляны. Глухи черохолом. Это все вот люди, которые связаны с каким-то бизнесом, с модой. Вот, вот тоже есть. Тут какая Альтан, просто не говорят. И там, я смотрю, где-то я. На крыше. Думаю, вот прекрасная половина человечества. Я женщина. Это вот еще планирует. Вот, они все подходят разговаривать по бизнесу. Обратите внимание, платье, серии и цвет волос. Это и гаммы. Сеньоры. Спела даже трамвенцу. Вот эта девушка, напомню, у меня. Она из Доминикана. Она разрабатывает дизайн сумок венитанских. Мы пойдем с вами туда, сделаем там репортаж. Она уже мне пригласила. Я вам покажу, какие сумочки, какая марка. Молодец, умничка. Все, уже не выйдет в столе. Начинают танцевать в кресле. Потом все подхватили идею. По чуть-чуть начинают заходить на площадку. А я уже заслеснялась. Мне кажется, что все видят мой животик. Ну вот. Показываем место, где была. Мне пора домой, потому что уже десятый час. Да, пока доеду. Это еще на Вапоретто. Минут 20. И потом 25 трамваями и автобусом номер 2. Вот такая она вечерняя Немец. Пати было чудесное. Все на позитиве. Так интересно, так хорошо, так приятно. Кокосом. Он разрешил его снять. Сейчас прохожу мимо ресторана. И такой запах страны. Все равно, что где-то канализация что-то случилась. Канализация прорвала. И думаю, боже, люди ужинают. И я же знаю, сколько это стоит. Прям на берегу лагуны, понимаете. Площадь Сан-Марко, да. И вот с таким ароматом. Не знаю. Все-таки Мауру прав. Что мы ездим. Ну, конечно, мы же имеем возможность. Это же туристы. Они приехали в Несу. И они хотят здесь все попробовать. Это только венецианцы уже знают. Такие нюансы. Где, в какой ресторан можно сходить. Где вкусно. И где относительно нормальные цены. И тоже белые на балконе. Но пока еще не разрослись так. Это я прочитала отель Паганели. Я думаю, вот нигде в Венеции не встречала Паганини. Никола Паганини. Я же ходила в музыкальную школу. 7 лет. Класс скрипки. И у нас была книга. Все. Беографическая. Но мы же не знаем, насколько там правда было написано. Но то, что он был талант. Чтобы он был талант. И фильм видела. Два фильма. О некого Паганини. Но почему-то итальянцы его не признают. Говорят, что он был демоном. Он был связан с демонами. Глупости такие. То, что он был талантлив, то да. А с кем, кто из нас связан. Это не надо быть Паганини. Чтобы делать и быть связанным. Да? И будем уточнять среди ночи. Это подъезд к отелю Даниэль. Вот если с аэропорта, то с той стороны. Вот мне не нравится этот переход. Вот этот коридорчик. Такой обыкновенный. Но сделайте уже в каком-то соответственно стиле. Средневековом. Тут такое сделали с пластика. Как добрый день. Так, я иду, наверное. Раз уже так хорошо провела вечер, то надо прокатиться еще ночем. Возьмем водное такси или поедем на Вапарет. Смотрите, какая высокая вода. Так, сейчас у меня садится батарейка. Я могу не успеть вам сказать папусики. Я уже говорю, папусики. Если я сейчас могу, то сниму. А вот ничего видно не будет все равно в такси. Темно. Вода, смотрите, какая. Просто мне надо уже домой побыстрее. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...